Есть мнение, что Кремль сам не хочет мобилизации в Чечне, могут на ту сторону перейти, и не только. Кадырилу разрешили это озвучить, типа, это его решение для поднятия его авторитета в Чечне. Слушайте, мнений будет, конечно, много, наверное, все это комментировать мы и не будем. Я хочу еще одну актуальную тему поговорить. Огромное количество людей сейчас пытается выбраться за границу из России. Разумеется, для нас, для кавказцев, ближайшей за границей является Грузия. Это та за границей, куда добраться нам быстрее всего, пересечь эту границу нам быстрее всего по времени. Меньше всего нам нужно преодолеть различных проверок, постов на территории самой России, чтобы добраться до этой границы. И, конечно же, все у нас ломанулись именно туда. И вот в этот момент, когда для нас это очень важно и нам нужна эта возможность пересечь грузинскую границу, к сожалению, грузинские власти для нас ее закрыли. Неофициально, хотя уже можно сказать, что это вполне неофициально. Там вот так вот, прямо вот, можно сказать, 100% северо-кавказцев разворачивают. Кищенцы, дагестанцы, ингуши, просто разворот. Прописка там, внешние данные. Короче, сразу не пускают в Грузию. И это, конечно же, создает огромные риски для нас, потому что другая, ближайшая к загранице для нас, это Казахстан. Но, чтобы добраться до Казахстана, нам нужно уже по самой территории России пересечь несколько межрегиональных таких стационарных постов, где досконально тебя будут проверять. А это значит, что тебя на любом из этих постов, тебя прямо там и мобилизуют. Прямо оттуда тебя и отправят в Украину воевать, понимаете? То есть, насколько это рискованно. И, к сожалению, я не знаю, чем руководствуется грузинская власть. Это ни в коем случае не относится к грузинскому народу. Я 100% уверен, что пересеки любой северного Кавказа, пересеки эту границу каким-то там нелегальным путем, доберись до ближайшего грузинского населенного пункта. Там грузины сделают все возможное, чтобы тебя обратно не вернули. Там тебе проявят всю теплоту этого гостеприимства кавказского. Ты там на себе ощутишь. Но вот грузинская власть сегодняшняя, к сожалению, себя ведет абсолютно недружелюбно по отношению к нам. А наоборот даже дружелюбно по отношению к путинской России. Я имею в виду к режиму. Более дружелюбно себя ведут. Но внутри политическая ситуация, это не наше дело, грузины сами между собой разберутся. Мы же, к сожалению, вынуждены просто констатировать, что вот такой факт имеется. Так вот, туда мы не можем. Пока мы доберемся до Казахстана, нас там раз 7-8 уже мобилизуют и отправят. И вот мы оказались в такой тяжелой ситуации, когда в России всем плохо, нам еще хуже. И сегодня это наткнуло меня на мысль, что мы вот настолько ущемленный народ, что когда России хорошо, когда у нее рассвет, нам плохо. Не бывает так, чтобы в России было хорошо и нам хорошо. Такого не бывает. Если Россия становится сильной, то она по-любому отрывается на нас. Нам хуже. То есть вот это вот укрепление этой страны, для нас это катастрофа. Но парадокс в том, что когда она ослабевает и когда ей плохо, нам все равно плохо. Не бывает так, что нам от этого хорошо. Мы по-любому, при любом раскладе мы страдаем. Вот даже вот в этой ситуации, когда вроде как у них проблемы сегодня, санкции введены, россияне стали изгоями во всем этом мире, нам от этого ничем лучше не стало, только хуже. Для нас закрылась Грузия, остальные-то тоже для нас и так были всегда закрыты. Даже когда для россиян они были открыты, это Европа, США, Канада, любые страны для россиян были открыты. Визы, пожалуйста, упрощенная форма. Но мы-то с вами знаем, урожение Северного Кавказа, если чеченец, то тем более, до свидания. Какая виза, ты что? Понимаете, у нас она и так была закрыта. И теперь, когда вроде весь мир закрылся от России, и кажется, что логически для нас он должен теперь открыться, мы исторические враги этой России, мы враждовали с ней тогда, когда вы все дружили. Мы вам всем говорили, что это империалистическая страна, что это фашистская страна, что Путин, которого вы считали демократом, либералом, хорошим парнем, уничтожающим международный терроризм на Северном Кавказе, мы вам говорили, что нет никакого терроризма международного, что это борьба с народом, что этот человек завтра, он сегодня с нами разберется, завтра перейдет в наступление. И вот все так, как мы говорили, так и произошло. 2008 год Грузия, 2014 год Украина, сейчас уже угроза всему миру от России исходит. И вроде как, казалось бы, сейчас должно произойти, а, они же нам говорили, они вот всегда, они с ней враждовали, когда мы с ней дружили. Теперь мы должны сделать правильные выводы, открыться для них, закрыться для тех. Ну нет, для нас, как было все закрыто, так и остается, еще более закрывается для нас. Поэтому, ну у нас с вами такая участь, друзья, к сожалению, нам придется с этим просто смириться, сказать, что да, окей, и жить как-то дальше. Я не знаю, каких-то советов в этой ситуации нет, кроме совета на местах, там, делайте все возможное, чтобы не попадаться к ним в руки. Если к вам пришла повестка, ни в коем случае не ходите в военкомат. Если вы получили эту повестку надлежащим образом, ее подписал, там, чуть ли военкомат лично, военком лично вам ее вручил, под роспись, и вы прям на ней расписались. Даже в этом случае не ходите по этой повестке в военкомат. Вас, скорее всего, прям там упакуют и отправят. За неявку в военкомат нет никакой уголовной ответственности административной. 3000 штрафов, по-моему, за это. Это вообще не страшно. Поэтому не ходите ни в коем случае. Есть еще один там маневр чисто, я хоть вам сейчас это и говорю, я понимаю, что это абсолютно беспредельная страна, никакие там правовые методики не работают, но все же какие-то причины создавать то, что мы можем. Хотя бы это давайте будем делать. Пришла к вам заявка, подайте, пришла к вам повестка, вы подайте заявку на гражданскую службу. Есть там такая лазейка, когда ты по каким-то причинам, личной неприязни к войне и так далее, ты уже не могу участвовать в боевых действиях, пожалуйста, замедите мне это на гражданскую службу. Вот такую тему делайте. Ни в коем случае не ходите в военкомат, скрывайтесь. Не ходите в какие-то государственные учреждения. Сейчас вот не пытайтесь делать загранпаспорта, это не лучшее время. Не ходите в паспортные столы, всякие там РОБД, любые государственные учреждения, там вас могут упаковать. Не ходите. Есть достоверные свидетельства о том, что люди пришли получать заграничные паспорта или подавать на них документы. Они заходят и больше не выходят, потому что их там пакуют, через задний вход куда-то сажают какие-то машины и все увозят. И люди потом оказываются в Украине. Поэтому сейчас максимально куда-нибудь притаитесь, залежьте на дно. Так как добираться до каких-то границ сейчас гораздо более опаснее, поэтому, мне кажется, сейчас лучший выход это залечь на дно. Те, кто имеют призывные возраста. Те же, кто будет выходить на какие-то акции и протесты, всем сердцем и душой поддерживаю этих людей. Надеюсь, что это вызовет какой-то массовый эффект. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»